Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это свежий выпуск новостей из мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного видео я бы, как обычно, хотел поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! А также хотелось бы отдельно поблагодарить двух наших подписчиков, Арт Флори и Нейкнеда, за предоставленную информацию в этом видео. Ну что же, друзья, начинаем! Многие игроки и любители Эврима, затаив дыхание, ждут скорейшего обновления дорожной карты, где мы с вами увидим прогресс того, над чем разработчики будут сосредоточены после выпусков обновления 3-4 системы диет. Кстати, Панч в официальном дискорде опубликовал пост, в котором сказано, что уже совсем скоро дорожная карта обновится, где мы с вами увидим то, что запланировано даже на обновление номер 7. А еще Панч сказал, что все разработчики вышли давно с рождественских каникул, и над пятым обновлением гнездования процесс разработки ускорился. А еще есть слух, что даже вроде как разработчики закрыто тестят новую систему гнездования. Правда, пока что с небольшими багами, но в целом они добиваются хорошего успеха в исправлении всех ошибок. Давайте затронем обновление номер 5. Я не буду вам рассказывать, как будет проходить гнездование и прочее. В прошлых выпусках новостей я подробно описывал этот процесс, так что обязательно заглядни к нам на канал плейлист The Isle News, где вы найдете все ответы на ваши вопросы. Итак, взглянем на дорожную карту. Обновление 5. Как я говорил ранее на стримах, что прогресс над работой вышел из производства в разработку. Изменений здесь нет, но вскоре должны появиться те пункты работ, которые уже выполнены на 50%, а возможно и больше. Не знаю, видели ли многие из вас анимации ухаживания, но давайте еще раз посмотрим на них. Буквально недавно нам также показали новые анимации дриозавра. А в особенности ухаживания дриозавров мило смотрится, когда самец и самочка потрясывают лапками. Сразу внесу поправку. Разработчики сказали, что данные анимации – это не финальное их завершение. При выпуске 5 обновления анимации могут быть чуть изменены. По поводу роста динозавров из вылупившихся яиц. Возможно, время роста и сам рост будут чуть ниже. Рост появившегося детеныша из яйца будет отличаться от хэтча. Но это не значит, что он будет ростом с горошинку. Вероятнее всего, он также будет находиться в стадии роста меню хэтч. Диету детенышей вроде особых не будет, но, как показано на дорожной карте, питание хэтча из гнезда по системе диет понадобится. Это же коснется и родителей хэтча. Искать правильные диеты для малыша и самим питаться правильно для успешного гнездования. Дополнительное питание хэтчей. Вспомните тот момент, когда в одном из выпусков новостей я рассказывал вам об оживлении мира The Isle of Rima. То, что разработчик планирует ввести в игру живые биомы насекомых и ящериц. Уловили мысль? Разработчики хотят это сделать условным, дополнительным питанием. Честно говоря, это очень круто. Здесь есть еще один момент интересный. Инфу, которую я раздобыл. Возьмем в расчет, что это будет даже просто питание, чтобы не дать вам умереть с голоду. Как травожуя, питаясь травой, слугов и набивая желудок до 19% голода, вы не можете умереть. Конечно, все хорошо, но питаясь одними жуками и ящерицами, вы вырастите динозавры через миллион лет. С другой стороны, хорошо. Вдруг ваших родителей убили, другие игроки, и вы один остались на хэтче в гнезде. Такое первое питание, поддерживающее ваш организм, будет самое то. Ну а дальше ищите диеты по мере роста. Теперь немного о ваших вопросах, которые вы часто задаете мне на стримах. Будут ли доступны какие-то транспортные средства для людей-наемников в игре? Да, что-то планируется, но это не значит, что вся карта Исла Спира превратится в транспортную магистраль. Разработчик хочет ввести в игру в будущем пару автомобилей на карту, но хватит ли у вас топлива и где вы его будете добывать? Отсылка в порту, кстати. Я так и знал. Сначала его, наверное, надо будет скрафтить, так сказать, довести до состояния передвижения. Вспоминается вот эта картина. Скрытый старый смысл. Второй вопрос. И очень частый. Следующий динозавр после обновления кровь и ввода в игру Траадона. Цератозавр. Разрабатываются новые механики для данного игрового динозавра. Сразу оговорюсь, что это на данный момент точная информация. Если что-то вдруг у разработчиков поменяется, не надо меня обвинять. Еще один частый вопрос. Мегалания. Да, ребята, давайте также здесь поставим точку. Мегалания в игре будет. Для нее разрабатываются уже также анимации. Старейшины в игре. Будут ли они все-таки в игре? Как я и говорил ранее, с дорожной карты они не исчезли. И однозначно они будут. Кстати, в каком-то видосе про новости я рассказывал вам про ввод старейшин в игру. Вопросы связанные с рытьем нор на существах по типу дриозавра и более мелких существ. Рытье нор на карте Виврима однозначно будет доступно, но чуть позже. По мере введения больше игровых существ. Обязательно эта механика игры будет разработана и внесена. Множество вопросов, связанных с прогрузкой карт и невозможностью играть без фризов на сервере, а также непонятные ошибки в виде различных иероглифов. Разработчики готовят для этого фиксы. Так что, ребята, придется немножко пока потерпеть. Ну а напоследок мы поговорим с вами о Герерозавре, который также будет внесен в игру и есть на дорожной карте. Перед началом хотелось бы исправить чуть неверную информацию о том, что я показал вам в прошлом выпуске, связанный с концептом артом дилофазавра. Я сказал то, что данный вид не будет наносить отравление ядом укусами. Совершенно верно. Дилка будет ядовита, но не настолько сильно, как троадоны из обновления крови. Вот концептик, где от укуса дилофазавром стегозавра у последнего начинаются галлюцинации. И по поводу ловли рыбы. На концепте Дил рвет на части Авераптора. Как многим могло тоже показаться, как мне в зубах Дила держит рыбу. Но ответ панча был таков. И это будет внесено в игру в будущем. Дилка будет охотиться на рыбу в реках. А вот отравление ясно видно на дорожной карте. Ну скажите мне, кто не ошибается. Все мы имеем право на ошибку. Так что не надо мне в следующий раз писать гневные токсичные комментарии, которые ютуб автоматом не пропускает под видео и отправляет их в черный список. Итак, Геррера. Животное, которое относится к группе ранних примитивных ящеротазовых динозавров. Высота динозавра 2 метра. Длина от 4 до 6 метров. Обладал весом в 200-250 килограмм. Геррерозавр был активным и быстрым хищником своих времен. А в The Isle Геррера представлен как самый быстрый в игре динозавр. Мы знаем, что Геррерка в Легасе обладает механикой прыжков. А теперь взглянем на концепт. Скажу сразу, что разработчик точно пояснил, Что Геррерка во время будет лазить по деревьям и скалам. Это даст игроку на столь хрупком существе шанс на выживание. А вот Птерам повезет меньше. Представь, сидишь на Чиле, на Пальме. Снизу ползет Геррера, который хочет тебя съесть. Конечно, это очень в большей степени разнообразит геймплей. А также это даст хороший шанс на засады на мелких существ внизу. Обрати внимание, как Геррера совершает наскок с дерева на дриозавра. И даже пытается наброситься на тенонтозавра. Геррера небольшого роста, что даст ей возможность прятаться под зарослями папоротника. Как говорил ранее, Геррера будет обладать хорошей скоростью передвижения. В принципе, от опасности вы сможете уйти в любой для вас нужный момент. Герреркия небольшие существа. Даже находясь в большом пати, вам вряд ли удастся справиться даже с тенонта. Мы это прекрасно видим на концепт-арт. Ну что же, друзья. Наверное, на этом мы, пожалуй, с вами завершим наш новый и свежий выпуск новостей из мира Айл Эврима. И всего лишь хочется вас попросить обязательно подписаться на канал, поставить обязательно пальчик вверх и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые новости, видео и стримы на канале. А также попрошу вас всех вступать в наш официальный дискорд и в группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании под видео. Ну что же, друзья. Всем пока и хорошего выживания в мире Айл Эврима и Легаси. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok